Всё запланированное должно быть завершено до конца года. Юрий Поляков требует соблюдения графиков, особенно если это касается строительства социальных объектов. Детские сады под личным контролем Юрия Полякова. В Орлёнке идут работы по утеплению фасада и разводке инженерных сетей, а в детский сад Лазурный уже дали тепло. В хуторе Чекон завершают строительство офиса врача общей практики. Он придётся как нельзя кстати. Здесь идёт работа по формированию более ста участков, которые получат многодетные семьи в следующем году. Ещё 30 в Виноградном, 26 в Субцехе и 10 в Нижней Гастагайке. А к Новому году анапские дети получат и другие подарки – сладкие. Помимо всех организованных категорий детей, это детские сады и учащиеся в общеобразовательной школе с 1 по 4 класс, все получают абсолютно все подарки. Плюс незащищённые категории детей – это многодетные семьи, дети, состоящие на различных видах учёта, тоже получают подарки. Плюс ещё часть неорганизованных детей, которые проживают в городе и в сельских укропах, тоже получают подарки. А вот специалистам Мунконтроля будет не до праздников. Юрий Поляков потребовал, чтобы в дни новогодних каникул был составлен график дежурств сотрудников. Именно в это время вдруг появляются незаконные строения, причём нередко на муниципальной земле. Сложилась и другая практика, когда заявляется строительство частного дома, а в итоге появляется многоэтажная гостиница. Пресекать эти факты на корню – такое поручение дал глава. Так только есть признаки, что это не частный дом, подавать в суд и останавливать ему стройку. Пусть он переводит сразу это всё. А раз взял и ЖС, пусть строит и ЖС. В муниципалитете, когда позволяют погодные условия, продолжается благоустройство. На проезде солдатских матерей напротив рынка «Восточный» смонтировано ограждение, разделяющее пешеходную зону и проезжую часть. После ураганного ветра, обрушившегося на курорт на прошлой неделе, специалисты предприятия «Ремстрой» восстановили забор старого кладбища. Продолжается укладка бордюра по улице Ленина. Сейчас идут работы по устройству тротуара по улице Криничной в микрорайоне Алексеевский, пешеходной зоной в селе Субсех по улице Фрунзе. Завезены щебень, песок и бордюры для работ в посёлке Пионерном. И в этих вопросах Юрий Поляков потребовал от глав округов большей активности. Обустройство тротуаров – это в том числе и безопасность людей. Мы говорим о том, что очень много транспорта. Транспорта прибыло, да? Я ехал по Гастагаевской вечером. Вот все дети с рюкзаками идут по дороге, едут машины. А почему они не могут идти по тротуару? А потому что их там просто нету, этих тротуаров. Значит, поручение всем главам сельских округов. Подать заявки в архитектуру. И начнём тротуары делать, тротуары. Людей с дороги надо убирать. Вы не уйдёте от этого. Всё равно пройдёт год-два. Нам нужны тротуары. Всё равно будут людей. Надо с дороги убирать. Машин всё больше. Дети ходят по улицам. Услышали меня, главы? Занялись тротуарами. Хотя бы нужно, чтобы по одной стороне шёл тротуар, потом заняться второй стороной. А то, конечно, удобно. Сделали там клумбы у себя, а цветочки выращивают, а люди по дороге ходят. Глава Анапы дал поручение продолжить работу с объектами потребительской сферы. Большинство из них недостаточно оформлены к Новому году. Это касается и здравниц на Пионерском проспекте. По поручению Юрия Полякова дополнительно украшена светодиодными гирляндами и снежинками главная городская ёлка на Театральной площади. Установлены бетонные кашпо, ограничивающие въезд автотранспорта со стороны улицы Горького. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа-регион.